Здравствуйте, друзья! Мы начинаем нашу прямую трансляцию. Тема подбора новогодних подарков. Как заказать гору подарков и не разориться? У издательства «Робинс» великолепный ассортимент, который как раз подарочный. Задавайте ваши вопросы, и я буду в процессе вам все показывать. Я вас приглашаю в мою сокровищницу, издательство «Робинс», где я как раз для вас сделаю несколько подборочек. Я вам буду показывать какие-то книжки и пособия, и при этом рассказывать, какую они пользу приносят. Потому что издательство «Робинс» занимается выпуском развивающей литературы для детей. Все, что вы найдете в портфеле издательском, это так называется, все это именно развивающее. Чем я чаще всего пользуюсь на своих занятиях? Это вот такая коробочка, называется она «Развиваем креативное мышление». На самом деле она подходит для развития словарного запаса, развития воображения, памяти. Очень хорошо это все работает. Как ее использовать? Мы сделали три вот такие карточки, видите, тут с примерами, тут все внутри есть. И также я знаю, что ее используют очень хорошо для тех, кто изучает иностранные языки. Кучу игр уже придумали сами пользователи, у кого есть уже вот такая вот коробочка. Они такие крупные. Также очень хорошо для отработки классификационных навыков, например, рукотворное и нерукотворное. Придумать рассказ. Вот вы выбрали несколько картинок, да, тут любых. И нужно составить рассказ по этим картинкам. Давайте начнем нашу с вами подборочку с того, что вот наступят у нас большие праздники. И это время, когда многие изнывают, думают, боже мой, чем детей занять. В издательстве «Робинск» я хочу вам предложить несколько таких подборчиков. Вот, например, есть такая коробочка, называется «50 оптических иллюзий». Это коробочка игр для всей семьи. Давайте ее протестируем. Например, вот такая карточка. Вот, кстати, друзья, скажите, пожалуйста. Видите, вопрос такой, становится ли прямоугольник, расположенный в центре, темнее к правому краю? Вот мы смотрим на это. Как вы считаете? Напишите, пожалуйста. Да, вот кто-то пишет «да», становится. Кто-то пишет «нет». И вот отгадка на обратной стороне. Обратите внимание, вот такая вот иллюзия, что на самом деле это прямоугольничка вообще одного цвета. Но из-за перехода, и вот здесь объяснение. Видите, как интересно. Потом, например, смотрите, есть такая штука. Двое этих людей выглядят разозленными. Но ты можешь сделать так, чтобы они улыбались. Как этого добиться? Этого добиться можно вот так. Вот такая иллюзия. И еще, например, вот тоже интересно. Продолжаем. Продолжением какой из цветных линий является… Вот напишите. Продолжением какой из цветных линий является белый отрезок, который наверху. Вот этот. Какую линию он продолжает, друзья? Как вы считаете? Желтый кто-то написал. Красный. Верхний. Ага. И вот у нас на обратной стороне ответ. Видите, кто-то написал «желтый» и оказался прав. Еще раз хочу показать. Вот таких… Тут 50 этих иллюзий. Вот видите, тут целая коробка таких вот иллюзий великолепных, на которых можно поиграть, повеселиться всем вместе. Вот мы с вами залипли. Нам надо продолжать. Следующий прекрасный подарок будет, если вы едете в семью для тех, кто очень ценит общение с детьми или, например, для тех, кто вот куда-то отправляется. Я бы хотела обратить ваше внимание на серию вот таких коробочек «Вопросы и ответы». Есть о географии России и ответы о животных. Ну вот я выбрала несколько карточек тут таких, например, «Да или нет? Способен ли белый медведь переплыть ла-манш?» Вот такая коробочка, такая карточка. Вот эта скорость. Сколько раз в секунду птичка калибри взмахивает крылышками. Вот тут такая викторина надо выбрать. Маленькие, но страшные. То, что детки обожают, такие страшилки. Потом надо обгадать, миф или реальность. Летучие мыши слепые. Миф или реальность? Подумывайте, какая прекрасная карточка. Хитрости, обороны. И, конечно, про подводный мир, про насекомых. Очень много занимательных, развивающих кругозор, речь, мышление. Вы потом все вместе можете поискать это в интернете, ответы. Вы покажете ребенку, как правильно пользоваться интернетом. Без чего они в будущем, конечно, не обойдутся. Еще хочу обратить ваше внимание на эту коробочку. Сто игры на улице дома. Палочка-выручалочка. Игры на все. На развитие памяти, внимания, воображения, моторного планирования. Я вот, кстати сказать, здесь, по-моему, около 20 игр, я насчитала, которые подойдут детям гиперактивным. Но для нас, чтобы мы поняли спектр каких-то игр, вот, например, игра на запоминание. Вот разложили какие-то предметы, и вот вместе кто больше запомнил. Или, например, угадай, где я работаю. Ну, вот это великолепное. И на развитие памяти способность развивает ставить вопрос. Бесконечные вопросы. Это игра на сообразительность, на контроль того, что ты говоришь. Кстати, очень важный навык. Ну, например, ты должен все время отвечать вопросом на вопрос. Например, почему утки крякают? Ты считаешь, что они должны лаять? Потом сонные собаки. Вот, кстати, одна из игр, которая для гиперактивных детей, игра на замедление. Вот лежат эти собаки и какой-то, ну, дети, которые изображают собачек. И один ребенок должен так мимо них пройти, чтобы никого не задеть. То есть ты учишься замедляться, учишься контролировать свое движение. Очень полезная игра. Игра на развитие слухового внимания. Если мы в начале фразы говорим, например, Петя требует всем прыгать. Все начинают прыгать. Если ребенок говорит всем лечь на землю, но он не сказал Петя требует, значит, вот кто ошибся, тот проигрывает. Совершенно великолепная, слушайте, вот эта вот игра называется «Рисуем формочки». Ребенок выбирает какую-то из этих форм, и потом вы, например, говорите. Ну, вот он выбрал, например, вот такой вот ромб. И вы говорите, а теперь мы рисуем дом. И он должен с помощью ромбов одних нарисовать дом. Ледяной монстр. Это тоже, вот, кстати, для гиперактивных детей очень полезная игра. Кто-то вводит, отвернулся. Потом он говорит, замрите. Быстро поворачивается. Кто движется в этот момент, тот проигрывает. То есть нужно очень быстро, сначала ты двигаешься, прыгаешь, 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 потом раз, ты должен очень быстро остановиться. Вот такая вот игра. Ну, это вот только часть, естественно, я выбрала только какую-то часть. Потому что есть еще настольные игры очень интересные. Совершенно великолепные. Не пропустите. Что еще хочу вам предложить? Это вот такие штуки. Ну, это удовольствие мне недоступно. Я вам сразу говорю. Сколько я не пробовала. Вот у нас у всех получается. У меня не получается совершенно. Называется эта штука «Тренируем зрение». Эта коробочка разработана с помощью офтальмолога. Например, вы берете вот такую карточку, фокусируетесь или расфокусируетесь, и вы что-то на ней видите. Вот я никогда не могу это ничего увидеть. Поэтому мне недоступно, к сожалению, вот такое вот счастье. Но если вам доступно, это море удовольствия. И точно так же есть оптические иллюзии всякие разные. Вот в одной коробочке 50 таких карточек. Еще раз говорю, тренируем зрение. Очень хорошо расслабляет, особенно после занятий, когда зрительный канал восприятия перегружен. Очень хорошо вот эта коробочка подходит. Также вот такая коробочка, которая называется «Игры для всей семьи». В принципе, вот эта вот серия, обратите на нее внимание, называется «Возьми с собой в дорогу». Вот наверху вот написано «Возьми с собой в дорогу». Я знаю, что родительские комитеты закупают вот такие коробочки, потому что здесь совершенно восторг. Стоят они очень бюджетно. Здесь вот такие всякие задания. Посмотрите, рисунки просто потрясающие, такие забавные. Тут и со словами игры, и нужно что-то нарисовать. И вот такие вот и лабиринты запутанные. И найди отличия, найди на картинке, дорисуй, придумай своего снеговика. Найди всех, кто спрятался за кустом. Не пропустите вот эту штучку. Если вы едете в семью с детьми, это вообще великолепно. Внутри каждой такой коробочки вот такой фломастер на водной основе. Но если вдруг там несколько людей захотят поиграть, то можно любой фломастер на водной основе, он рисует великолепно вот на этих карточках. Если мы говорим о карточках, обратите внимание, можно взять одну маленькую коробочку и сделать из нее вау-подарок. То есть они сделают из него, а она просто становится вау-подарком. Я это знаю абсолютно точно. Это уже на многих детях проверено. Я хочу обратить ваше внимание вот на такие-то 100 игр на сообразительность. Здесь точно такие же. Ну, не точно такие же. Во всех этих коробочках абсолютно разные задания. Но принцип тот же. Очень хорошо прорисованы, проработаны. Видите, вот на слова и на буквы, и на какое-то воображение. Опять же, лабиринты наши любимые. Вот на сообразительность. Это наш хит. Поэтому если вы... Опять же, очень бюджетный. Как подарок очень бюджетный будет для вас. А принесет восторг. Вот, знаете, иногда покупаешь подарок и думаешь, боже мой, как бы понравится, не понравится. В общем, какие-то сомнения появляются. Вот с такой коробочкой можете не сомневаться. Обязательно все будут в восторге просто. Еще удивляться. Ой, как же так, где же вы купили. И спасибо вам большое. Потому что, ну, как поедем в гости, например, ну, не с пустыми же руками ехать. Ну, купим там тортик или еще что-нибудь. А вы представляете, привезете тортик и еще какой-то подарочек, который у всех вызовет огромный интерес. Вот есть еще такая 100 нескучных игр. Таких же. И новиночка, друзья. Я вообще тут на нее просто засмотрелась. Уж сколько я вот этих вот карточек видела. Ну, это я просто вообще... Вот она новиночка. Буквально вот только-только она вышла. Я вам сейчас покажу, что тут внутри. Я думаю, что вы разделите мой восторг. Посмотрите, пожалуйста. Так видно, да? Вот такая картинка задания. Найди 10 странностей в кафе. Вот вам, пожалуйста, внимание, логика. Что ж такое, что ж такое. Нарисуй фотографию так, чтобы девочку не узнали. Вот, посмотрите, ну, задание. Это же просто восторг. Естественно, вот закрасить надо по точкам и понять, какая фигура. Вот такой вот лабиринт. Это мы уже тут сами рисовали. Сколько кошек живет у бабушки? Нарисуй их побольше. И вот начали котят рисовать. Очень хорошая штука. Перенести, вот скопировать. Зеркальная или точно такой же формы сюда. Потом найди на поле цветок, который встречается только один раз. Вот, внимание, да? Мы развиваем. Вот лабиринт. Обязательно, когда делается лабиринт, друзья, даем задание не так пройти лабиринт, чтобы не коснуться стенок. Это очень важно, чтобы ребенок научился контролировать свою руку. Вот, дорисуем машинку. Обратите на нее внимание. 100 увлекательных игр для путешествий. Супер новинка! На какой возраст новые карточки? Вот 4 лет и старше, и ребеночек вполне справится с этим. Если вы хотите не просто угодить ребеночку, но еще и подчеркнуть важность для родителей, что тоже очень важно, чтобы родители понимали, для чего они эту вещь дают, есть еще такая карточка, она называется «Тренируй внимание и усидчивость». Самый больной запрос родителей, он невнимательный. Вот для такой тренировки в игре, в игровой форме, очень легкой. Вот, например, смотрите, вот задание такое. Найди грустный смайлик. Я не знаю, я когда в интернете встречаю вот такие задания, сейчас вот покажу, я сама залипаю и начинаю смотреть, а тут вот, я думаю, что любой залипнет. Вот заяка такая тоже задание. Видите, на дереве найди картин, на картинке пять нелепец. Вот, совершенно разнообразные, такой смешной. Вот матросик. Вот видите, еще есть. Вот такая штука. «Тренируем внимание и усидчивость». Представьте себе, вот вы взяли эту коробочку, поехали в гости и своим друзьям вот такую коробочку подарили. Во-первых, если там несколько детей, они не перессорятся, потому что карточек много. Но вот у нас, например, я такую коробочку и своим деткам брала, они ее тут же раздербали на эти карточки, все это по полу раскидали, и их трое, и они вот от одной карточки к другой переходили. И было всем весело, всем интересно, друг другу помогали. В общем, друзья, не пропустите вот это такая штучка. Мешные картинки, да, совершенно верно. И, конечно, любовь, которую вы получите от ребенка, которую вы подарите. Вот эти сто лабиринтов. Лабиринтов обычно попадаете в какой-нибудь лабиринт. Вот он сидит и нарисовал ее, нарисовал. А потом хочется еще, а вроде как их не так много, а тут их сто. Сто лабиринтов, друзья. Чем цена эта штука? Во-первых, лабиринты, они все разной формы. Видите, здесь ломаные линии. То есть, опять же, помним задание на лабиринты. Тренируем моторику рук, внимание, пространственное мышление, потому что ребенок должен смотреть, вот, например, здесь, видите, он должен охватить всю картинку. Закругленные линии, прямые, волнистые, вот, посмотрите, новогодняя картиночка. Ну, тут лабиринты, вот, каких только нет. Вот, каких только нет. Вот, видите, тут даже есть лабиринты с цифрами, то есть, вот, лабиринты не только проходишь, но еще и считаешь. Ну, совершенно великолепная вещь. Посмотрите, вот, какой замечательный, сейчас покажу. Вот этот лабиринт с пиратами, ну, просто вообще, вот попробуй пройдет лабиринт, да, это нужно отстраниться, увидеть эту картинку. А вот совершенно великолепный, усложняющийся лабиринт. Дети заняты, родители отдыхают. Совершенно верно. Вот, обратите внимание, стол лабиринтов от простых, да, сложных, усложняющихся задания. Кстати сказать, если вы хотите сделать подарок, комплимент, в издательстве Робинс очень много книг с наклейками, мы их все не стали вам сегодня показывать. Я выбрала новиночки. Я просто потрясена вот этими книжками, друзья. Уж сколько я книжек с наклейками видела, ну, каких там только вообще нет придумок, но вот эта книга меня особенно, вот эти книжки меня особенно удивляют и восхищают тем, что как можно было взять простое, какую-то там, ну, одну тему и столько всего интересного. И здесь не просто наклейки, посмотрите, какие. Но и вот, в частности, вот я вам сейчас показываю 100 интересных фактов про мое тело. Но здесь и еще и факты. Когда человек спит, сердце продолжает биться, но немного медленней. Если соединить все кровяные сосуды, то и длины хватит, чтобы обвить землю. Посмотрите, динозавры наши все, поэтому тут вот и всякие динозавры, посмотрите, наклейки какие-то потрясающие, просто совершенно фантастика. И обратите внимание, что также это и на развитие внимания, казалось бы, да, что может быть прекраснее, ну, проще и вообще понятнее наклейки. Но на самом деле, вот посмотрите, вот здесь есть такой силуэт, да, нужно найти вот тут вот эту наклеечку и в нужное место попасть, то есть запланировать свое действие. Во-первых, внимание, да, соотнести силуэт с картинкой и попасть в нужное место. Это очень крутая штука. Ну, естественно, всякие интересные факты про всяких динозавров. Это что называется подарок-комплимент, но очень полезный. То, что я люблю. Чтобы было интересно и полезно. Вот то, что и детям очень надо. Развитие кругозора, друзья. Здесь будет несколько таких тоже книг, которые именно на развитие кругозора. Обращаю ваше внимание, у детей, у которых развит кругозор, во-первых, у них уровень словарного запаса всегда выше, и в школе у них меньше проблем. Они способны теоретические вопросы осваивать намного проще, чем дети, у которых кругозор не развит. Поэтому вот с удовольствием вам вот эти штучки презентую. Если уж мы говорим про картинки, ой, про наклейки, я сама выбирала вот эти альбомы в подарок, потому что, ну, обратите внимание, кто-то нам писал, что у девочки, девочка 1 из 6, вот что вы посоветуете, друзья, я посоветую с удовольствием вот такие вот альбомы с гигантскими большими наклейками. Здесь, сейчас, 3+, 2+, возраст, и возраст 1+. Вот, посмотрите, пожалуйста, сама выбирала вот эти в подарок. Вообще восторг абсолютно родителей и детей. Как это все устроено? Очень крупные, посмотрите, тоже очень замечательные картинки, очень крупные наклейки. Видите, отрабатываемый цвет и вообще просто занятие само по себе потрясающее. И вот в нужное место, опять же, видите, мы по цвету подбираем, мы вот здесь по цвету подбираем какой-то фрагмент сюда, вот, на ослика, и выбираем вот такие вот крупные, смотрите, какие замечательные крупные рисунки. Пчелки, мышки, ну, и, конечно, речь мы развиваем, потому что мы вот это вот все обсуждаем же, да, давай сюда, давай туда, выше, ниже, правее, левее, вот это все многоразовые, да, до трех раз их можно приклеивать, отклеивать, они вот такие вот очень крутые. Ну, и кто-то из родителей нам говорит, что очень весело было просто бродить на клики и ляпать их друг на друга для веселого времяпрепровождения. С увеличением возраста здесь немножко усложняются задания. Опять же, обратите внимание, вот это же, такой же подход, вот есть какой-то образ, тут надо его найти в наклеечках, вот, в наклеечках и нужно и приляпать. Это уже для деток постарше. А где три плюс, друзья, там еще задание немножко усложняется, здесь уже есть какая-то история, и здесь уже можно уже разговаривать. Например, с кем плавает утка, помоги это увидеть всем. Вот, здесь уже задания идут, вот видите, на каждой страничке здесь есть задания, наклеечки тоже до 6 сантиметров, очень крупные, яркие, совершенно великолепные. И потом, посмотрите, какая толщина, вот просто огромная толщина. Это такой подарочек, уж вы подарили, так подарили. Так, что еще? Если уж мы говорим про подарочки, подарили, уж подарили, то, конечно, нам тут нельзя обойтись без наших новиночек. Друзья, это просто восторг. Я залипла на этих книжках просто как маньяк. Хочу теперь показать их вам. Это вот такие три книжечки. Кто их уже видел, друзья, на подарки своим деткам, детям друзей или в детские сады куда-то вы там собираете. Вот самая популярная тема домашних животных, лесные животные, дикие животные. Животный мир очень важно нашим детям знать, как это все устроено. Называется «Подбери картинки половинки». Открываем. Я вот как-то так открыла, да, и вот у меня половинка верхней зебры получилась, а внизу у меня крокодил, что ли, я не пойму. Крокодил, по-моему. Черно-белые полоски вводят стихотворение, естественно, от верхней части. А это стихотворение от нижней части. И обратите внимание, что наше животное уже имеет свое какое-то невозможное имя. Зебродил. Посмотрим, что какой-нибудь еще эксперимент. Ля-ля-ля. Посмотрите, какой замечательный, замечательный чарав. А с лесными животными тоже. Видите, вот тут даже на обложке уже смешное все. Это такая игра, залипалка. Опять же, если вы учитесь читать, пожалуйста, вот эти вот крокозябры, которые здесь получаются, видите, получается, залин у нас получился, залин. Вот такой вот верх кролика, а низ филина. Еще домашние животные остались, ну давайте и домашние. Тут написано, видите, 144 забавных животных. То есть, вот с помощью вот этих вот половинок у вас получится 144 комбинации совершенно невероятных и веселых. Как вам эта книжка, кстати, напишите? Вижу, допутница. Да-да-да, посмотрите, как хрю-хрю на курьих ножках получился. Получилась свичка. В общем, такие смешные названия получаются, просто вообще великолепные. Друзья, не пропустите. Видите, совершенно подарочные, цвета потрясающие, видите, подарочные издания, вот оно такое вот мерцает, бликует, совершенно замечательная штука. И еще про подарочные издания, друзья. Хочу обратить ваше внимание вот на эту коробочку, азбуку, я ее уже показывала, это новиночка наша, но с сентября. Она у нас не так давно, я ее очень люблю. Почему? Потому что здесь вот четыре кубика, ну вот видите, бум, такая вот штучка, такой сундучок. И вот эти четыре кубика, где каждая буква, вот чтобы ее запомнить, так, Б, 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 это Б, это Б, там, вот посмотрите, есть буква и есть какая-то ассоциация. Бурундук бежать устал, буквой Б внезапно стал. Вот. Или, например, буква Г, гусеница, видите, буква Г лишь изогнулась, гусеница нам улыбнулась. Вот, видите, сразу вот образ, понятно, ребенку, этой буковки, он у нас запечатлевается. Вот с обратной стороны эти буковки здесь есть. Советую от души на подарок вообще вот прям только в путь. Супер, очень классная, да-да-да. И еще подарочные издания я учусь говорить. Это 15, это вообще тоже наш хит, поэтому советую только то, что вот не ошибетесь с подарком. 15 вот таких вот кубиков. И здесь по сложности, видите, первая ступенька, вторая ступенька сложности. Вот методист вам подсказочку тут дал, очень понятно все. Здесь цифры, слова, животные, игрушки, транспорт, одежда. Короче говоря, на развитии речи великолепно. Это вот от одного годика вот эти книжечки, они, их можно друг на друга ставить. Еще они такие погремушечки. Очень полезное движение брать и ставить обратно в правильное место. Да, один, два, три. Вот цифры тут есть. Эти кубики. Их можно друг на друга ставить. Ну, в общем, фантазия там уже неограничена ваша. Еще про подарочные, друзья, хотела вам показать наборы. Вот, что вы думаете там внутри. Такой кубик, не просто кубик, а это книжечки. Здесь шесть книжечек. Сейчас я их вытащу. Вот такие шесть книжечек. Очень полезного содержания. Например, здесь есть противоположности, цифры, эмоции, времена года, цвета. И что тут у нас еще? Формы. А внутри, в каждого кубика, есть еще вот такая игрушечка на подставке. Вот я сейчас не буду делать, чтобы времени не тратить. И вот, когда вы смотрите, видите, вот здесь вот, например, быстрые, медленные, тяжелые, легкие, высокие, низкие. и еще, когда вы все эти кубики разберете, у вас будет вот такой вот пазл. Если вот вы сейчас увидите, там внутри тоже есть картиночки вот такие, можно будет собрать вот этот пазл, вот используя вот эти штучки. И, конечно, вот написано, видите, сюрприз внутри, потому что я вам показала, о всех коробочках разные. У нас есть разные, есть транспорт, лесные животные, алфавит. Это разработка издательства Робинс, больше никто такой не упускает. Это наш патент, друзья. Надо своему малышу такой купить. Игра надолго, когда подрастет. Да-да-да. Кубики эти замечательные, сказочный кубик два раза с подарком выручал. Да, очень. На подарок, вот они очень бюджетно выйдут вам, друзья. Тут, я говорю, когда я делала этот подборок, у меня даже, вот у меня был такой, что бюджетный подарок, подарок, комплимент, но в принципе здесь все настолько бюджетно, что это может любой человек себе позволить. И самое главное, это не просто какая-то такая, знаешь, типа, лишь бы что-нибудь подарить, там, что-то такое, а это вот с таким интересным и развивающим содержанием подарки. Вот, обращаю ваше внимание. Еще подарочная коробочка, которую у нас постоянно выбирают логопеды и дефектологи, которые бывают у нас в эфире от нашего лектория. Вы, наверное, уже догадались, что я имею в виду, это вот такие вот, динозоопутаница. Здесь вот, это подарочная коробочка, тоже такая, видите, ля-ля-ля. Я думаю, что вы уже с этим знакомы, поэтому особенно останавливаться не буду. Здесь два набора, динозавры наши любимые, которые вообще, и животные, разламываем на три части, и потом собираем вот такие длинные колбаски, а с обратной стороны у него слоги, и точно так же дети, которые, ну вот покажу, когда вот здесь вот, собираем такую длинную и читаем вот эти вот запутанные слова. Дети, которые не читают, но уже знают буквы, великолепно начинают читать, вот благодаря вот этому. Но если хотите еще более бюджетно, да, то отдельно у нас есть эти картинки в отдельных коробочках. Вот зоопутаница, здесь все разное, поэтому они друг-друг дополняют. Зверопутаница, видите, вот совсем другие картиночки. Технопутаница, это уже разные виды транспорта, и динопутаница отдельно. Опять же, обращаю ваше внимание, что вот берем мы, например, у нас есть ракета, да, вот здесь вот, и мы ее разломаем, а с обратной стороны у нас вот есть слоги, когда мы по-разному их собираем, то естественно у нас получаются разные веселые всякие слова. Вы знаете, на самом деле такое удовольствие рассказывать про вот эти вот замечательные книги, которые столько пользы приносят, столько, и, знаете, эстетическое удовольствие просто держать в руках вообще вот эти вот издания, и практическую пользу они совмещают в себе это. Я вот большим удовольствием вам всегда об этом рассказываю. Ну-ка придумайте мне название вот этому существу. Канолис, Хвостокитус, Лисок, Жерек, Китик, Канебурис, Лисаренок. Вот я вам показала, как работает вот эта замечательная штука. Я думаю, что вы тоже порадовались, повеселились вместе со мной. Опять же, если вы выбираете подарок, какой-то групповой, в группу детям купить, или идете в гости, ну и своим, ты уж вообще, это точно такие же карточки. То есть, есть вот такие карточки, да, вот такого формата, а есть вот такие, они очень крупные, рисунки просто потрясающие. Вот посмотрите. И задания тут такие, пять жучков спрятались от птички, найди их. И вот мы начали смотреть. Следующий, чтобы грибы выросли, нужен сильный-сильный дождик, дорисуй его. И вот мы с вами взяли фломастер и начали его дорисовывать. Вот замечательный дождик. Потом стерли. И вот, например, смотрите, вот даже фактура какая-то тканя, тканевая, вот она тут соблюдена. Найди пять различий между картинками. Вот пять различий. Совершенно великолепные. Вот покажу вам такой веером. Здесь алберинчики есть. Цыплятки вообще. Вот разрисовать нужно вот этих замечательных малышей. Друзья, обратите внимание, совершенно потрясающая вещь. У нас это тоже хит-продаж, поэтому не ошибетесь, если вы берете подарочек. Друзья, подарочные книги. Еще хочу обратить ваше внимание на подарочные книги. Посмотрите, какая прекрасная вещь. Вот подарок. Вы прислали. Он большой, мягкая она такая, книжечка. Посмотрите вообще, как она прекрасно выполнена. Чем мне она очень нравится, тем, что здесь я видела книги подобные, там просто как бы цвет и какие-то предметы или там фотографии сделаны, и все. Здесь детским психологам разработаны вопросы, развивающие. Здесь и на счет, и на внимание, и так далее. Например, найди, покажи все фрукты и овощи. Вот знание понимания. Найди все цифры 4. Вот здесь вот. Покажи все растения. Что тут еще синий? Покажи и назови то, что надевают на ноги. То есть вот здесь по усложнению идет. Дети будут в восторге, которым вы подарите, и родители тоже, поверьте мне, этот подарочек оценят. Тактильная обложка, да, совершенно верно. Она и мягкая, и гладкая, и вообще просто, ну, вы видите, цвета, это просто восторг. Ну, просто, ну, как. Не хочется ее из рук выпускать. Вот на закругленные концы ребеночку не поранится. Это вот издательство Роменс обращает внимание, чтобы картонки, картонные книги были вот такие вот безопасные. Хочу обратить ваше внимание, часто про них говорю, поэтому останавливаться особенно не буду. Есть книги с дополненной реальностью. Как это работает? Вы скачиваете бесплатное приложение, наводите на книжку, и просто они оживают, это 3D. Вы можете пальцем вот так вот трогать, крутить их, это 360 градусов картинка, то есть вы крутите книжку, а на экране у вас такая вот 3D-картинка, она тоже крутится. И очень полезные то со стихами Евгения Сосновского, с голосом Ирины Уравьевой, задания, она говорит, молодец, задает какие-то задания, вы можете еще пальчиком рисовать буквы, цифры, совершенно потрясающие, очень наполненные большим смыслом и пользуя вот эти вот книжечки. подарок идеальный для родителей таких молодых, у которых детки такие непоседки, йога для детей. Друзья, книжечка маленькая, очень бюджетная, но наполнение у нее это просто отдельный мир. Дети сами берут, начинают кривляться, делать вот эти всякие позы, асаны, или как они там называются, вот, всякие разные, и этому нет конца, потому что это все очень прекрасно, и, кроме того, естественно, снять напряжение, можно с помощью вот этих упражнений, развить гибкость, чувствовать границы своего тела, детям это и полезно, занимательно, вот тут даже написано, почему йога полезна для детей, а это одна из самых безопасных практик, гиперактивного малыша она успокоит, а задумчивого расшевелит. Вот, советы вам, друзья. Хочу обратить ваше внимание на новиночку, которая вышла в серии, а, пожалуйста, обратите внимание в качестве подарка, это просто великолепные книги, часто вам показывала «Секреты природы», «Секреты океанов», например, и у нас еще, вот еще есть «Секреты животных», вышла новинка «Секреты медицины», если ваш ребеночек хочет стать врачом, ну, давайте ему расскажем, что там есть, чтобы ему было интересно, развиваем кругозор, обращаем внимание, вот, всякие вопросы, посещение больницы, что же там внутри, в больнице работает очень много людей, да, мы начинаем обращать внимание ребенка, что здесь есть такие разные сотрудники, отделение неотложной помощи, как все это вот устроено, видите, вот тут все такие створочки, вот так вот они открываются, ну, сейчас времени очень мало показать, но на самом деле вот тоже залипаешь и прям вообще не можешь, вот меню даже в больнице есть какое, тут устраивается, вот всякие исследования, которые проводят медицинские учреждения, вот такая операционная, целая вот мобильная, можно ее открыть, посмотреть, новиночка, равная профориентация, да, вот чем хороши вот такие книжки, они действительно помогают ребенку как-то определиться своими интересами, потому что чем больше информации, тем больше выбор, ты можешь уже понимать, что это мне нравится, это не нравится, не могу не показать, просто дай секрет океанку, посмотрите, посмотрите, это же просто, оживающие коралловые ритмы, ну, разве это не прекрасный подарок, то сам ты залипаешь на них, мы просто их трогали, разворачивали, посмотрите, ну, просто вообще, ой, вот так, как на гайдер. Друзья, подарочное совершенное издание, новиночка, величайшие города мира, книжка со створками, это мини-энциклопедия, для почемучек, вообще любознательных детей подходит мальчикам, девочкам, и в подарок, вот тоже такая залипашка, видите, вот разные города, вот видите, какие небоскребы, тут раз, как они строились, что тут внутри, вот, 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 она оживает совершенно, посмотрите, какой разворот, оживающий в рост, ну, разворот, потрясающий, посмотрите, вот, я бы открывала их, открывала до завтрашнего утра, вот у меня времени нет, вот, всякие достопримечательства Истамбула, Парижа, вот, Эйфелева башня знаменитая, ой, где-то тут открывается, вот, всяко, всяко разно, как говорит моя племянница, вот, видите, тут всякий музей, короче говоря, вот эта вот энциклопедия и польза, и расширение кругозура. Хочу еще обратить ваше внимание на пополнение нашей серии «Вопросы-ответы», обратите внимание, вот на обратной стороне, вот их сколько уже этих книжечек, если вы себе уже выбрали, вот у нас пополнение такое, «Вопросы-ответы еди» и «Вопросы-ответы об искусстве». здесь вообще есть даже небольшой экскурс в истории искусства, например, почему этот камень такой уникальный? А потому что это первый рисунок, и вот где и когда, большая человека-лев, Германия, вот видите, здесь информация такая про него. Мы известны, как терракотовая армия, вот китайская, видите, тоже искусство. Знаете, почему это все надо? Потому что дети, ну, кто еще будет охранять искусство, да, наши памятники, культуры, культура человека, кроме как, если дети не будут с этим знакомы, вот деградация этого знания не должна произойти. Видите, вот всякая, очень интересная штука. Ну, вопрос о еде, это, естественно, вот более 60 вопрос-ответов, это вообще почему еще? Откуда, где, когда, как, сколько, вот уже видите, откуда продукты вообще берутся, как, сколько чего надо есть. Если ваш ребеночек очень любит всякие гамбургеры, да, вот, пожалуйста, свежие продукты, лучше замороженных, вот, разбирались в здоровом питании, какая, какой, вот, здесь видите, вот всякие, даже бакаронные изделия, как-то все происходит. Ну, в общем, замечательно, вот такая, что нам такое надо, да, 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 да. И, конечно, вы знаете, не сядь, не посадишь своего ребеночка, скажу, давай, я тебе сейчас расскажу, что у нас происходит на микроуровне, да, вот, микромир. Ну, вот, это вы же не сделаете, правильно? Вот, наберете вот такую книжечку, которая называется микромир, волшебные окошки. Кстати, сказать, это тоже пополнение серии, вот, посмотрите, их уже очень много вышло, не буду все показывать, потому что времени очень мало. И здесь вот, под микроскопом, например, что там, как, вот смотрите, какой-то мальчик моет голову, почему от шеи чешется голова, почему же она чешется, а вот, потому что не кусают злобные, или, например, могут ли киты выжить, питаясь только микроорганизмами? Ну, тут рассказывают, что этих микроорганизмов, они съедают, их очень много. Насекомые, сколько живут насекомые, долго или недолго? Вот, и про всяких вот козявок, очень маленьких, это все такое. Опять же, вот, про атлас мира, планета Земля, очень много всяких вопросов, ну, слушайте, и это просто вот, такие вот маленькие энциклопедии, которые очень порадуют ваших малышей. А, кстати сказать, не забудьте, что есть еще вот такая серия, тоже разработка издательства Роббис, больше никто, никто их не выпускает в таком виде. Это вот такие тренажеры обучающие, есть задания, и вот такие двигающиеся штуки, это от года, ну, вот, логика внимания, это от трех лет, конечно, а вот, например, там есть такие книги, которые можно от одного, ну, от двух лет в основном, есть цифры счета, это уже 4-5, слушайте, просто потрясающе, совершенно разработанная, обработанная тоже вот психологом детским, вот такая вот книжечка-тренажер, вот, это обращаю ваше внимание, их тоже очень много, обожаем такие тренажеры, кстати, вот тут написал, патриотизм важно тоже развивать, друзья, к патриотизму, выходит совершенно потрясающе, вот такая книжка со створками, называется «Открой тайны России», посмотрите, здесь вот всякая наша история, такая со створочками, открываем, а тут вот у нас створочки, сейчас попробую, открою, потому что книжка новая, и створочки еще тоже новые, вот, видите, вот как это все писалось тут, вот всякие там цари наши, какие-то карты, что-то такое история России, видите, совершенно наполненная такая энциклопедия, ну, что такое патриотизм, это же не только, да, что вот, надо, надо, надо гордиться России, а чем гордиться? Вот, гордиться культурой, достижениями, видите, тут есть история каких-то культурных деятелей наших, вот такая, про них основные фамилии, имена, которые ребенок должен знать, чем известна Россия в мире, чем, какие русские люди прославили Россию, потому что, возможно, и ваш ребенок тоже со временем вводет в это число людей, которые прославили Россию тем или иным образом, опять же, обратите внимание, здесь целая серия этих книг, эта книга секретная, продолжает серию, здесь у нас занимательная химия, космические корабли, часы и время и так далее, вот на обратной стороне каждой такой книжки вы можете увидеть, чтобы продолжить свою коллекцию, великолепная азбука в окошках, она сделана таким образом, чтобы тренировать, ну, во-первых, посмотрите, это мебельбук самый настоящий, видите, тут сколько всяких элементов, все это под створочками, тут створочки еще всякие разные, и каждая буква повторяется очень много раз, ну, например, возьмем, например, пароход, победа, когда вы прочитаете вот этот разворот с этими створочками, вы просто, у ребенка просто не будет выбора, чтобы не запомнить эти буквы, например, «Отель Оливия», да, или вот здесь, «Носорог Ник с малышом Нилом едет в кино», вот «К» и «Н», тут две буквы, посмотрите, это же великолепно, как вы считаете, вот, вот смотрите, просто, просто вообще восторг, хотела еще показать для детей, которые любят конструировать, если вы вместе хотите провести замечательное время, это очень хорошо развивает и внимание, развивает пространственное мышление, вот такой вот бумажный конструктор, это форма такая, вот, значит, листочек, мы его отрываем, раскрашиваем, вырезаем, складываем полением, у нас получается такая животинка, вот такая очень забавная, их можно рисовать, какие хотите, и такая же есть транспорт, тоже получаются вот такие вот, машинки, сейчас покажу, вот такие машинки, тут 36, а здесь 50 животных, вот, совершенно великолепный на подарок, если ваши дети любят лего, или любят что-то конструировать своими руками, ну, пожалуйста, друзья, у нас еще новогодние, посмотрите, обратите внимание, для тех, которые любят читать, или вы будете читать на ночь, вот такая вот «Замок в облаках», замечательная книжка, «Вундермастер» новогодней волшебной истории, тоже «Невермур», продолжение серии, и, конечно, для детей, которые очень любят жуков, здесь тоже так же разживают с помощью приложения бесплатного, вот эти вот жуки, которые здесь есть, тоже мы вот читаем их, это очень умные жуки, которые, если детки боятся жуков, ну, каких-то насекомых, то вот эти вот книжки вполне могут снять этот страх, потому что здесь показывается, что они умные, подсказывают, помогают герою пройти всякие разные испытания, целых три книжка продолжения, то есть если первым понравится, можете еще другие взять. Так, ну что ж, друзья, пришло время нам прощаться, спасибо вам большое, что вы были с нами. Кстати сказать, если вы зайдете на наш YouTube-канал «Изаристов Робинс», то вы найдете, там мы отдельно, все наши вебинары, где мы делаем обзоры, все ваши запросы, которые вы написали нам сейчас в эфире, мы сделаем отдельно подборки в Instagram. Все, прощаемся, всего доброго, до свидания.